Новый год Новый год Ну что, первое слово твоё? Нет, давай твоё Здравствуйте, дорогие участники сегодняшней встречи Клуба позитивного общения, так называемого Мы сегодня собрались 9 декабря 2018 года Сегодня 15-е Ой, 15-е, да Я вспомнил 8-го и неделю Неделя куда-то улетела просто И мы Не будем нарушать наших традиций Поговорим о том, что Нас волнует, что нам интересно Сегодня у нас Было заявлено больше участников Встречи, но люди По пути куда-то затерялись Вот, но нас сегодня И, так сказать, достаточно И без этого будут люди Если подходить, мы их Как-то постараемся принять Вот И У нас Заявлено Было два сообщения Человек Один, который Должен был выступить Не пришёл Вот Второе сообщение будет Оно будет чуть позже Первая часть Мы поговорим В свободном формате Мы поговорим О том О чём Хотелось бы поговорить И познакомимся Так как у нас сегодня Есть новые Участники Нашей встречи И Пойдём, наверное, по кругу Да Вот Буквально несколько слов О себе Как зовут Чем занимаемся Что вы считаете Нужным о себе сказать Можете даже Вообще ничего не говорить У нас демократия Или Назваться Каким-то другим Именем Это тоже возможно Меня зовут Александр Можно обращаться Саша Александр Мефодиевич Просто Мефодиевич В общем По-разному Кому как нравится Я пенсионер Федеральной службы Исполнения наказаний То есть Вся моя жизнь Прошла Ну не скажу В тюрьме Но рядом С тюрьмой Вот То есть Я хорошо знаю Жизнь Больше Современных Осуждённых Какие реформы Проходили как раз Вот Во время Моей службы В 12-м году Я вышел В отставку Вышел на волю Да Подполковник Внутренней службы И переехал В Анапу В 14-м году Здесь я Занимаюсь Чем Ну Видеоблогингом Свой канал У меня есть На ютюбе Веду Живой журнал Текстовой Канал называется Ну Канал Просто ЖЖ Там Сейчас он называется По-моему Сейчас даже не помню Ну вообще Александр Полуполтиных У меня по фамилии Вот Что ещё Взаимодействию С местным казачеством Два Первых года Я очень активно В казачестве Здесь принимал участие Наполучал кучу грамот Наград Вот Всяческих Вот Организовал здесь газету Русские ворота И вообще наполучал Казачью Да И вообще наполучал Конечно Вот Познакомился с местными поэтами Потому что я ещё Пишу стихи и прозу Печатался в трёх Номерах Альмонаха Парус Который здесь выпускается Вот Способствовал Организации Фестиваля Литературного Русское слово Который сейчас Стал уже ежегодным И уже В этом году Прошёл четвёртый По-моему Фестиваль Ну в общем Так Сразу включился В анапскую жизнь Познакомился Вот С Алексеем А через него Уже с интересными людьми Ну это Вообще Входило в план Когда я сюда переехал Я думаю Сразу найду Психолога Адаптации Да Потому что я сам тоже психолог Работал Какое-то время На телефоне доверия Вот Телефон Экстренной психологической помощи Ну поэтому Вот сейчас Чем занимаюсь Сейчас я включился Вернее Начинаю такую Акцию Пропагандистскую Против Автомобилизации Наших городов Я думаю Потом Виктору я задам Вопрос Как там в Америке С этим обстоят То есть Я за Уменьшение количества Автомобилей В городах Тем более В курортном городе Анапа За Платные парковки В общем Вот Сужение дорог И усложнить им Вся жизнь Я уже начал Деятельность Пропагандистскую Я уже На канале Анапа Тудей Сделал Пост Написал Вот Уже там Завязалась Дискуссия Уже меня обещали Даже там Физически Там скажем Наказать Вот Сказали Чтоб я не выезжал На своем велосипеде Больше никуда Ну в общем Автомобилисты Да Автомобилисты Поэтому Ну такая жизнь Интересная Все Ты себе Приключений Найдешь Какие у вас Предложения По ограничению Автомобили Ну я думаю Потом Уже в следующем Круге Ну хорошо Виктор Меня зовут Виктор Я уже Представился Чекосит Я не работаю И не хочу Работать Вот Переехав Год назад В Анапу Я родился Белоруссии Радовался Белоруссия Вот И Так получилось Что у меня Оказалось Российское Гражданство И У меня Образовалось Американское Гражданство Гражданство И я сейчас Как бы Пятой точкой На двух стульях Американец И русский Вот И Ну Вот Недавно ездил Штаты На два месяца Не планировал На месяц Получилось На два Задержался С удовольствием Приехал Туда С удовольствием Оттуда Уехал Ну Как сказать Я У меня еще Не Я еще Не пенсионер Как бы В смысле Здесь я пенсионер Там я еще Нет И Чем я Занимаюсь Живу Просто Живу На черном море Получаю Удовольствие От жизни Стараюсь Получать удовольствие Не то что Удовольствие Не столько Удовольствие Ищу Сколько Чуточку Радости Вот Этой жизни Ну Вот Как-то Грустно Я звучу Но В принципе Вот Познакомился С Алексеем Познакомился С Александром Первые Мои знакомые Здесь На Анапской Земле И Рад Этому Знакомству Они Меня Так сказать Здесь Немножко Адаптировали К местным Условиям И Вот Этот Клуб Позитивного Общения Сыграл Очень Позитивную Роль В моем Так сказать Моей Адаптации Здесь В Анапе Вот Ну Здесь У меня Сестра Еще Моя Родная Со мной Живет Ей Здесь Тоже Очень Нравится Она Приехала Как бы Помочь Мне Влиться В эту Российскую Жизнь А Ей Так Здесь Понравилось Что Она Решила Не уезжать И Живет Мы В одной Квартире Живем Сейчас Вот К ней Там На лето Приезжают Ее Внуки И Она Довольна Что Она Как бы И дома И замужем Она Как бы И с Семьей И Без Этих Забот Там По Поводу Своих Детей Там Они Сами Уже Решают Свои Проблемы Они Уже Взрослые Вот И Дача Ей Надоела Которые Она Там Отпахивала На Грядках Короче Здесь Она Получает Здесь Она Очень Рада Что Она Здесь Вот Это По Поводу Она Ну Все Наверное Я не знаю Что Еще Сказать Меня зовут Владимир Я Из Москвы Просто Пенсионер С Алексеем Познакомился Пока Знакомств Особо Не Завелся Просто Мы Купили Квартиру Приезжаем Уезжаем Пока Все Нравится В Анапе Все Хорошо Пока Вот Про себя Все А Чем Занимались До Пенсии Ой Я В армии Служил И Бизнесом Занимался И Театральной Деятельностью Занимался Так Что Волг Занимался А сейчас Просто Просто Наслаждаемся Жизнь Так Вы здесь Семьей Нет Я Один Моя Любимая Она Тоже С Москвы Купили Квартиру Здесь Москва Калапа А там Дети Внуки У нас Все Там В Москве Живут Сами Свои Жизнь Правильно Это Хорошая Идея Чем Дальше Тем Лучше Ну В общем Владимир Сказал О том Что Мы Приехали Вместе Меня зовут Валентина Пенсионера Я пенсионерка Песят лет Пошла на пенсию Тоже Занималась Бизнесом В Москве У нас Квартира Дети Внуки Здесь Отдыхаем Наслаждаемся Природой Морем Солнцем Сейчас погода Не такая Как лето Но все Таки Намного Теплее Чем Москве Так что Вот Мы Отдыхаем Так что Я занималась Тоже Бизнесом Детей Воспитывала Я так А вы Сюда Надолго Вы Как Вы Шли Ну Как Получится Вы Недавно Приехали Ну Периодически В сентябре Были В сентябре Приехали Второй Приезжаем Уезжаем А Вы приезжаете По настроению Ну Понятно Пока Все Походу Можете Это Перелетные Птицы А может Ей понравится Зимой В теплые Страны Ну Да Ну В Анапе Я живу Около Семи Лет Вот Устал Отдыхать Так Скажем Не Такого Применения Здесь Моему Профессиональному Найти Не могу Вот Все Общественные Организации Которые Тут Вижу Либо Длегалочки Находятся Либо Бессмыслицей Занимаются На мой Взгляд Вот Ну Пример Могу Бессмыслицей Привести Ну Вот Я его Приводил Например Часто Проводятся Флэшмобы Против Курения Обмен Конфетки На Сигаретку Вот Я считаю Что ни один Курильщик Из-за этого Бросить Не бросит Вот Я считаю Что это Бессмысленная Акция Вот В то же время Если уж Бороться С курением Считаю Считаю Что можно Было Организовать Действенные Меры Например С прошлого Года Действует Закон Запрещающий Курить На территории Гостиниц Там Санаториев И прочего Но Почти Перед Каждым Санаторием Стоят Курилки То есть Достаточно Было Например Сделать Мобильный Патруль Вот Который Просто Фотографировал Б Эти Курилки Накладывали Скажем Штрафы На Директоров Этих же Санаториев Я считаю Что это Было 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 Действительно Мерах По Крайней Мере По Очищению Анапы От Курильщиков Вот Аналогично И на Пляжах И прочее Вот Найти Скажем Активных Граждан Пока что Мне тут Не удалось Вот Создать Организацию Тоже Опять же Все Останавливается В том Что Не знаю Где Этот Актив Брать Доходило Абсурдных Вещей Например В прошлом году Мне дали 22 путевки В Артек Бесплатных И вот Я по всем Школам По всем Этим Внешкольным Учреждениям Прошел Никому Ничего Не надо Бесплатная Путевка В Артек Не нужна И в администрациях Во всех Отказывались Все Отказываются Да Никому Ничего Не надо Вы бы съездили Ну вот Мне пришлось Поехать В Тюмень Взять Тюменских Ребят Которые Играли В рок Группах И с Тюменцами Приехать В этот Артек По этим путевкам Об этом Никто Особенно Не знал Что есть Такие Путевки Так Они должны За эту путевку Вести Пропагандистскую Детельскую Нет Дали Для талантливых Детей Но это Было Что было Была Лига Юных Журналистов Юных Кинематографистов Детей Которые Принимали Участие В кино Радио Телевидение В общем Эти талантливых Детей Решили Собрать И сделали Мастер Классы Ведущие Кинематографисты И журналисты Но для этого Я тоже Там мастер Классы Проводил Целевая Такая Была Тоже И по журналистам Здесь Входил Говорил Хотя бы Своих детей Отправьте Журналистике Учиться По профессии Кто? У меня Много Профессий Владимир А мастер Класс Проводили По какой Тематике? Ну Конкретно Я Съемку Клипов Проводил Интересно Хорошо Интересно По поводу Курения У меня Знакомый Бросал Курить И ему Сказали Что нужно Ну конфетку Там Леденцы Какие-то Он типа Помогает Я его Где-то Через полгода Свечаю Курить Он не бросил Но За щекой У него Всегда Леденец Был Причем Курил Так что Еще себя Язву Слезистой Сделает Эти конфеты Подсел На Леденцы Что-то Пошло Не так Нет Все так Пошло Не работает Просто Интересно А в Америке Как с курением Болятся Какие-то Ездейственные Методы Очень активно Активно Да Вот Как Владимир Сказал Там Наблюдается Наблюдает Если Не дай бог Я там Запрещен На месте Штраф На Становках Там не ходят Тем более На автовокзале Здесь вроде бы И полиция На автовокзале И всем Наплевать Ну там Дело в том Что они Как бы Приуч Они такие Законопослушные Если написано Там не пили Да Вот говорят Почему Написано Не курить И почему Пепельница Стоит Они говорят Это для неграмотных Ну кто читать Не умеет Вот А вообще Они законопослушные Ну Средним Так сказать Вот Не знаю Там как-то Я Я Я не видел Там что По улице Человек шел И курил Всех Это самое Не знаю Может В каких-то Отдельных Районах Местах Америка Большая Она такая Как в России И там Очень много Штат от штата Отличается И законы Есть федеральные Законы Штатовские Законы Так что Законы штата Порой Не соответствуют Что касается Марихуаны Допустим Федеральные Законы Там Они строгие Насчет Марихуаны А Местные Законы Они Легализуют И Несовпадение Получается Ну Среди Нас Есть Бывшие Курильщики Или Настоящие Конечно Я Курил Очень Сильно И Как Удалось Бросить Не Не Знаю Вот Как Это Сподобился Что-то Нашло На Меня Стих Наш Я С Женой Бросал Вместе Бросали Договорились Ну Да Не То Что Договорились Но Пытались Параллельным Курсом Шли К Этому Вот Конечно Не Одновременно Бросили Но Как То Я Очень Рад Что Я Бросил Это Конечно Большая Зависимость Кстати Здесь Бросал Я Много Раз Бросал Когда Здесь Бросал Здесь Бросать Легче Было Когда В Штатах Бросал Там Тяжелее Вот Я Я Там Другие Сигареты Там Они Добавляют Чтоб Была Зависимость Они Добавляют А Здесь С С С Здесь Я Не знаю Но Тогда Не В Приму Что Ты Там Добавишь В Эту Приму Или Там Беломор Самые Такие Популярные Эти Бренды Электронная Сигарета Способствует Тому Чтобы Отучиться Я Без понятия Я Никогда Не пробовал Не могу Сказать Что Это Такое Но Я Вижу Школьники Ходят Пухтят Дым Столбом Валит Не Знаю Что Это Такое Но Я Думаю Что По-любому Это Какое-то Оказывает Влияние На Организм Среди Моих Знакомых Очень Много Курильщиков Есть И Я Обратил Внимание Что Вот Дым Который От Сигарет Он Совсем Другой Чем Было Там Лет 20 30 Назад То То Табаком Там Даже Не Пахнет Пахнет Какой-то Смолой Причем Очень Приятно И Видимо Там Что-то Такое Есть Почему Подсаживаются Они Не Могут Бросить Ну Конечно И Самое Интересное Что Многие И Не Хотят То 80 Процентов Где-то И Не Хотят Процентов Из 10 2 Может Быть И Хотели Но Не Могут То есть Я Посмотрел Такой Фильм Называется В Ютьюбе Из Чего Делают Сигареты Он Так И Называется Он Такой Час Идет Где-то О Там Много Такой Информации Страшной Даже Поэтому Лучше Конечно Бросать Можно Обратиться А Здесь Кто-то Курит И Соответственно Бороться С Курением Можно Только Лишь Давая Правильные Установки Скажем Той Молодежи Например Говорить Не О Вреде Курения Мы Видим На Каждой Пачке Сейчас Написано Будет Рак Импотенция И прочее Но Это Никого Не Пугает Что Просто Надо Говорить Что Есть Люди Которые Скажем Которых Конкретно Наша Группа Может Уважать Вот И Эти Люди Например Не Курят Эти Люди Не Делают Наколок Там И Прочее Вот А Как Относимся К Наколкам Александр Я Не Хотел С Углубляться В Эти Темы Я Владимир Сказал Что Ему Затруднительно Как Бороться С Какими Пороками В нашем Обществе И Он Не Находит Единомышленников Я Считаю Что Один Человек Тоже Может Очень Много Сделать Вот И Один Человек Может Вообще Заменить Целую Организацию Вот Если Он Ну Во-первых Имеет Желание Во-вторых Имеет Терпение Вот Могу Привести Себя В Пример Сейчас В общем-то У нас В Обществе Достаточно Просто Критиковать И выявлять Какие-то Недостатки В работе Чиновников Каких-то Организаций Каждая Организация Имеет Значит Свой Сайт Куда Можно Обращаться С какими-то Заявлениями Жалобами То есть Не надо Уже Брать Бумагу Как раньше Писать Относить На почту Потом Ждать Пока Дойдет Не Дойдет Все От почты Зависело Еще Много Сейчас Все На сайт Отправил Тебе Тут же Пришло Сообщение Что Принято Для рассмотрения Такой-то номер Можно отслеживать Но Есть Законный Срок 30 дней Когда Уже Гарантированно Тебе Придет Вот Какой-то Ответ Таким Образом Я Допустим Находясь Здесь В Анапе Обращался Допустим В Министерство Чрезвычайных Ситуаций Да Так называется По-моему ЧС Вот По поводу Значит Читы Города Где я Жил Вот Смысл Такой Что Там Есть Строение Такое Старинное 18 века Михайло-Архангельская Церковь Памятник Деревянного Зодчества И Впоследствии Естественно После Революции Была Заброшена Разграблена И В 70-е Годы Уже 20-го Века Там сделали Музей Декабристов Вот Ну Известно Потом Вышел закон Что все Культовые Здания Должны Перейти Верующим Русской Православной Церкви Однако Ни администрация Города Ни В общем Никто не может Эту церковь Забрать обратно Вот Якобы Там размещен Вот этот Музей Декабристов Декабристы Для Читы Это святое Потому что Они там Просветители Они там Первый план Читы Утвердили Они там Школы Открывали И вообще Ну вот Просто И в алтаре Висят портреты Жен Декабристов Вот Что Верующих Возмущает А Ну Кто Как говорится Считает Своих Декабристов Кумирами Они туда Приходят Молятся Ой Молятся Молятся Им Стихи Читают Разыгрывают Сценки Я отсюда Призывал Усилить Работу По тому Чтобы Эту церковь Забрать И в том числе Обращался В МЧС Потому что Не отдавали Верующим Это помещение Этот храм Потому что Якобы Там нет Второго Выхода Эвакуационного Вот Ну вот я писал Что как так Музей открыт Люди ходят На Экскурсии Это никого Не волнует А если там Будут собираться Верующие То тут Важен Какой-то Второй выход На случай Пожара Но К сожалению Ничем не увенчалось Вот это Моя Акция Вот это Обращение Потому что Оказывается В исторических Зданиях Можно Обходиться Без Пожарного Выхода Что Мы можем Какие-то Вопросы Решать Вот так На уровне Даже Министерства Мне пришел Ответ Все За подписью Потому что Там Когда Обращаешься Относительно Какого-то Региона Потом Это все Идет Начало В округ Там Тогда Это был Сибирский Федеральный Округ В Новосибирск Ушло Вот это Мое сообщение С Новосибирска В Москву А потом По цепочке Обратно Сейчас Забайкаль Передали В Владивосток Вернее В Дальний В Дальний Восточный Округ Столицу Сейчас Перенесли В Владивосток Раньше Хабаровск Ну а теперь Вот так Все Поэтому Можно Бороться Одному Даже Насчет Курения Вот я Сейчас Начал Эту акцию Против Машин Конечно Буду Теперь Ну Во-первых Наверное Буду Фотографировать Вот эти Машины Машины Которые Паркуются На Тротуарах Там На Пешеходных Переходах На Газонах Можно Отправлять В ГИБДД Вопрос А в чем Преборить Наказание Водителей Вот Ты говоришь Можно Бороться А в чем Достижение Вот Этой борьбы Вот допустим С этим храмом В конечном итоге Тебе пришел Ответ Что Будем делать Как мы считаем Нужным С этим храмом Там Дело в том Что Включились И казаки В борьбу За передачу Храма И митрополит Пришел Новый митрополит То есть Там Пришел Подвижение И тоже Включил Завал Но Заткнули И Казаков И митрополита Митрополита Отправили В другой регион Он там Не успел И года Провести Очень такой Молодой Деятельный Активный И вот сразу Поэтому у нас Все делается Так Получается Наоборот Что даже Казаки С митрополитом Не могут Ничего сделать А не то Что Нельзя Складывать оружие Нужно Продолжать Борьбу Не всегда Вот Конкретно В Анапе Казаки Проявляли Тоже Чрезмерную Активность Ну и что Вся верхушка Сидит Сейчас Причем По придуманным Делам По ненастоящим И причем Из-за Навального Говорят Адаман Ну не знаю Навальный Не Навальный Фактически Им сначала Дали землю Где они Там На конях Ездили А потом Сказали Что они Якобы Незаконно Получили И на Огромный Срок Посадили Вот Чисто Подставное Дело Ну я Хотел бы Сказать Ничего И повозмущались Чуть-чуть Казаки Не о каких-то Конкретных Делах А вообще О человеке Который Хочет Какой-то Деятельности Как вот Горький Сказал Что То есть Всегда Есть место Подвига В жизни Всегда Есть место Возапрошлым Годой Я был Свидетелем Как у Казаков Отнимали Рынки В частности Гостиница Центральная Я еще Немножко Юрист Гостиница Центральная Возле Центральной Я Очень так Всегда Чту Ну там Стояли Эти Казачьи Ларьки Там И прочее Их все Снесли Постановление Чту Законы И Против Закона Тоже Не попрешь Конечно Вроде бы Казачьи рынки Туда Сюда Но если Убиться в документы Они никакие Не казачьи Они принадлежат Эти рынки Что Вот у нас Сейчас Восточный рынок Что Казачий рынок Вот Театральной Площади Вот здесь Рядом С нами Они не Принадлежат Казакам Они принадлежат Частным Лицам Частные Лица Могут Управлять Этими рынками Как Хотят И Последние Мои данные Что Вот этот Товарищ Который Владеет Этим Рынками Который Сейчас Отбывает Наказание Он Эти рынки Уже Продал Правда Информация Не проверена Но по крайней мере Она до меня Дошла Что Если посмотреть Документы И никакие Они не Казачьи Казаки То есть Казачье Общество Как юридические Лица Они не имеют Права На эти рынки Поговорим О том Как можно Жизнь в Анапе Улучшить Вот вы Сказали Александр Что вы Боретесь Против Машин Да Вы Против Курения Что бы Еще Можно Было Улучшить В городе Чтобы Было Уютно Не только Отдыхающим И местным Жителям И чтобы В этот город Хотелось бы Сюда возвращаться Вот Меня Например Волнует Извитие Дороги Когда Идет Дождь Почему-то Ливневки Видимо Они сделаны И очень Неудобно Ити У каждого Дома Свой Тротуар И очень Неудобно Особенно Когда Темно Спотыкаешься И вот Дороги Меня волнуют Что не очень Утоплено Да Вот допустим Новый микрорайон Ну вернее Жилищный комплекс Времена Вода Вот Между Восточным рынком И гипермаркетом Магнит И там Большая Лужа Вот сейчас Стоит Огромная Лужа Вот Она В принципе Не касается Я прохожу Мимо Но Кто-то По ней Ездит Люди Переходят Она Мешает Переходу Вот Но Жилищный комплекс Дали Совсем Недавно Вот Заинтересованные Лица Кому Это Лужа Действительно Мешает Водители Или Пешеходы Они же Могут Обратиться Во-первых К Застройщику Или Кто там Делал Эту Дорогу Дорожники Чтобы Исправить Это же Брак Брат Надо работать Нужно Не должно Там стоять Поэтому Нужно Писать Какие-то Жалобы Чтоб люди Принимали Меры Но Вот Это Все же Просто У нас Без бумажки Без какого-то Первоначального Толчка Без заявлений Никто Работать Не будет Допустим Даже Какое-то Нарушение Явное Где-то Сколько Мы Сталкиваемся Там И Никто Не Принимает Мер Пойдешь В прокуратуру В милицию В полицию Говорят Пишите Заявление Начнем Работать То есть Нужно Чтобы Был Какой-то Сигнал А Часто Сигналы Никто Не Подают Люди У нас Общество Равнодушное Вот Я из тех Людей Которые Вот эти Сигналы Постоянно Подают Ну Правда Я С чем Сам Сталкиваюсь С какими-то Нарушениями Вот Я Конкретно В Анапе Хоть подавай Сигналы Хоть не Подавай Здесь Абсолютно Это Безусловно Почему Вот У меня Допустим Когда я Только Переехал В Анапу 14 Дочка Пошла Гулять На Детскую Площадку Приходит С Переломанными Пальцами Вот Она у меня Пианино Занимается Тут На правой руке И Как Вообще Пальцы Остались Целые Непонятно Пошел На эту Детскую Площадку Оказалось Что Вот Эта Горка По которой Дети Катаются Она Не Закреплена То есть Она Свободна Ее Можно Поднимать И Между Вот Этой Площадкой С которой Дети Скатываются Образуется Зазор Вот Старшие Девочки Подняли Эту Горку Моя Там Хотела Видимо На нее Зайти Засунула Пальцы В эту Щель А Они Раз И Опустили И Все Кто Этим Должен Заниматься Управляющая Компания Ставила Горку Вот Я Обратился В Прокуратуру Прокуратура Разобралась Воздействовала На Управляющую Компанию Управляющая Компания Закрепила Эту Горку Я Потом Пошел Все Они Сделали Там Дополнительную Поперечную Планку На Болтах Теперь Горка Не Заплатили Мораль Дущая Нет Ничего Не Заплатили Я Ничего Не Требовал Это Незначительный Пример А вот Например По Городу Анапа Основное Как я Считаю Правонарушение Которое Тотальное То Что Людей Сплошь Кидают На Зарплату Здесь Какой Парадокс Умеется Что Местных Людей Вообще Не Берут На Работу Специально Берут Только Приезжих А приезжим Не Платят Или Платят Там Тысяча Две Только Чтобы Уехал До Дома Судиться Бесполезно В принципе Потому Что Судиться Обязательно Надо Являться На Суд Если По Трудовым Отношениям Человек Суд Тянется По Полгода И то И больше Если Будет Судиться Ради Летней Зарплаты Должен Еще И зимой Получается Здесь Снимать Жилье И Где-то Жить Вот То Бессмысливо Превращается Абсолютно Бесполезно Куда Угодно Обращаться У меня Жена Дважды Сталкивалась С этим Дважды Устраивалась На Работу Дважды Работала И Дважды Не Получала За Эту Зарплату Сейчас Она Сидит Дома Говорит Не Работать Нервы Но Опять же Виноват Сам Человек Не Зная Свои Права То Пришел На Работу Сразу Должен Быть Заключен Трудовой Договор В Анапе Часто Принимают Без Трудового Договора Через Какого-то Дядя Васю Говорит Дядя Васю Я Буду Платить Деньги А Ты Работай Он Какое-то Время Платит А Потом Денег Нет Денег Нет 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 Где Деньги Дядя Васю Идёшь Дядя Васю Говорит Ну Понятно Это все Не Причем Оказывается А фирма Которая Должна Выплачивать Деньги Оказывается Где-то Вот Жена Моя Работала Значит Ну В определенном Месте А Какой-то Филиал Был Зарегистрирован Который Отвечал За это Рабочее Место В Ростове А вообще Головная Фирма Аж В Красноярске Вот Когда начали разбираться Эти не виноваты Те ничего не знают И А в результате Нет трудового договора Значит И нет Никаких Оснований Закона Здесь не помогает И тот же Трудовой договор Во-первых Если сотрудник Начнет требовать Трудовой договор Ему сразу скажут Эти Ну да Во-вторых Даже если И есть на руках Этот трудовой договор Обычно Он в одном Экземпляре Делается Или если Два экземпляра Оба экземпляра К себе Хозяин забирает И говорит Потом мы проведем Там через бухгалтерию Потом отдадим Это потом Вечным оказывается В-третьих Даже если И есть у человека Трудовой договор Даже если Он и обратится В суд С этим трудовой договором Хозяин скажет Ну и что Что трудовой договор Так он просто Не выходил на работу И все Вот То есть Отследить Велось ли Вот этот Табель Учет Трудового времени Или прочее Это нереально Даже если он ведется Он обычно ведется По двойной бухгалтерии Вот То есть Отстоять Даже в суде Даже все Абсолютно знаю Практически Нереально Вот А так Работал я сам Тут Был и директором Санатория В кое-каких Вот И то же самое Я будучи директором Санатория Не получал Никакую зарплату Вот И обращался К хозяевам И говорим Ну так Как может Пора мне платить Если я хороший директор Они говорят Чего тебе Недостаточно Жилье у тебя есть Автомобиль с шофером Есть Питаешься в санатории Живешь в санатории Но если ты недоволен Ну ладно Мы другого найдем Вот и весь разговор Платили только бухгалтеру Потому что Иначе говорили Что они так запутают дела Что себе дороже будет Платили сантехнику А иначе говорили В дерьме Потом утонем Если что Все Больше никому не платили Я считаю только социалист Кому не Считается Что вам по потребности Доставят Да Они так считают То есть Они платят только тем Кто может Ответить Без кого абсолютно Директор тоже Надо подумать Чем мы могли бы им Ответил бы И потому что Что мы делаем Ну По шагу Мы могли бы Существовать Какова мораль тогда То есть Тогда Нужно Как это Общественность поднимать Начали говорить Какие проблемы Я считаю Главную проблему Это Кидало По работе Причем Крайних найти Я не смог Вроде бы При администрации Есть специальный отдел Куда можно жаловаться Ну и что Ну жаловались И я своим сотрудникам Говорил Вот так можно написать Заявление в полицию Мне самому интересно Будет ли какой результат Принесите мне Ирлычки Вот эти Когда человек пишет В полицию Ему там Квитанцию выдают Типа там Номер на этой квитанции Написан Вот мне приносили Эти номера Я потом Через интернет Там прочее Отслеживал Ну хоть кому-то Ответили Большинство даже Не отвечали Ничего Вот в администрации Если это Такой-то отдел Сходите туда Напишите заявление Вот прокуратура Вот трудинспекция Кстати в Анапе Нет трудинспекции Давно уже закрыли Ее Вот Надо писать Аж в Краснодар Вот Если Краснодар То ли приедет Чиновник То ли не приедет И что он За несколько часов Тут сумеет сделать Вот ничего Вот таким образом Можно в суд подать Ну и что Я говорю Я перед персоналом Вот так вот честно говорил Мне хозяин не дает Я хоть и директор Но я не хозяин Деньги Тут не ко мне А как вот еще И вообще Вот так вот Реально никто Не решил Никакого этого вопроса Обернуться Тоже из своей практики Значит Дело было По-моему В прошлом году В день Когда Путин Приезжал Нажимать кнопку Значит Когда Начали строить Черезкий поток Водную часть Вот В этот день Я пошел Ну По своим делам И заметил Что В подъезде Ревизионное Вот это вот Окошечко Для Ну там Где все эти Краны Туда-сюда Коммуникации Оно вскрыто Просто Замок сбит Валяется И Куча земли То есть Там не просто Кто-то Сбил замок И залез В это окошечко Там посмотреть Но еще и там Что-то рыли Вот Ну я подумал Как Бывший тоже сотрудник Что Видимо Наверное Наркоманы Делали там Закладку И кто-то Вот Искал Вот эти вот Наркотики Которые там Были заложены Ну продавцами Для покупателя Вот И моя жена Ну я ее попросил Она написала Так как она у меня В домовом комитете Состоит Она написала Ну соседи поднялись Соседи пришли Ой-ой-ой Что такое Кто А у нас там На первом этаже Сдается квартира Значит Рабочим Из ближнего зарубежья Ну Таким С С кавказской внешностью Ну и я это все связал Значит Что И написали жалобу Провел расследование Да Через какое-то время Ну приезжал Значит Приезжал сначала патруль Потом Приходил участковый Что-то там Значит Писал Проходит время Приходит ответ Мы достаем Бумагу Читаем Пишут Значит Обращено Жене моей Пишут Уголовное дело В отношении вас Задачу ложных показаний Значит Прекращено То есть Они Значит Возбудили дело Еще Против жены Что-то там Расследовали Потом Значит Каких-то оснований Не нашли Для Ну Его возбуждения И дали отказ И известили Жилу Я говорю Ну вот Здорово А если бы там что-то было Повреждено Там не было Опроса Значит Соседей В эту квартиру На которую мы писали жалобы Вот где вот эти нерусские Вообще даже не упоминалось Единственные какие-то показания Были вымышленного лица Вообще из какой-то квартиры Жена говорит Я всех знаю Я в одномом комитете Во всех квартирах знаю жильцов Этот там не живет В этой квартире Такого нет Ну я говорю Что будем делать Жаловаться дальше Ну как Уже в прокуратуру На действия полицейских Ну то есть в принципе У нас в России Можно бесконечно жаловаться На полицейских Потом прокуратура бы Какой-то ответ бы дурацкий прислала И потом бы в суд Это все подавать И суд бы рассматривал То есть можно вот так вот влипнуть Проще вот так рукой махнуть И все Просто так вот посмеялись Что Что люди не верят Написали жалобу А тут же на тебя же Уголовное дело и завели Чуть не завели Поэтому вот так Это тоже вот наши реалии Анапской жизни Погодя Что вы думаете Об Анапских реалиях Когда человек только Приехавший Вот сейчас разговор был Погоди там Жалобу Я точно так же Возмущался на пляже Когда Городской пляж Бесплатный пляж Да Ну там Огороженная территория Допустим Часть их Разрешения Администрации Городской пляжи Лежаки Все платные Кто даже с детьми Приходит Платные Ну там народ Возмущается Как что А у нас вот документы Я прочитал документы Разрешение Городской администрации Согласова 800 метров Там допустим Какой фрагмент Тетевян Какой-нибудь Добавить Вот Разрешили ему 18 метров Огородить Городской пляж И Брать за это деньги Я говорю Во-первых Здесь не 800 800 это 40 на 20 Правильно Если 800 Здесь уже В одном месте Я померил 60 на 30 Это уже 1800 Плюс Рядом такое По всему пляжу По городскому Не знаю Как в этом году Но позаброшу Было то же самое И везде По 800 Один и тот же Один и тот же Хозяин И только 800 метров И не указано Конкретно 800 метров И все Одно и то же число Одно и то же Печать Одно и то же Разрешение Администрации Я там тоже Повозмущался Телефону Звоните Ну естественно Кто там не дозвонится Вот пожалуйста Весь пляж Окупировали С одним разрешением С одним разрешением 800 метров 800 метров Это 40 Причем это незаконно Дело в том Что есть законы Природоохранные И там написано Что абсолютно К любому водоему Проход свободный Загораживать Любой водоем Запрещено И вот с этим Как раз Много лет Тут борется Так называемая Экологическая вахта Северного Кавказа Вот по пляжам Они ходят Должен быть Проход сквозной По всем пляжам Вообще От Крыма И до Сочи Ну вот А везде Перегороджена Причем Перегородки Кое-где Даже в море Глубоко Выходят Вот они пытаются Настаивать Чтобы снести Эти перегородки И тоже Сколько раз Их избивали Ну вот можете На сайте ВКонтакте Там есть Андрей Рудамак И экологическая вахта Наберите Вот Причем даже Пишут Что и ФСБ Его якобы избивало Вот За то что Они какую-то там Дачу подведали Нужного человека Вот Именно вот решили А вот На лагуны Наутриш Большой Тоже незаконно Вот Абсолютно Любые Ограды Запрещены Бобережье Должно быть Свободно А вырубка леса Была Трелектора Леса Нам рубили А где А вот Утреш Мне рассказали Место Все местные Встали Начали защищать Причем Это Андрея Рудамак Несколько раз И на миллион Штрафовали Не знаю Как это уж дело Правда Потом Верховный суд Каждый раз Отменяет эти решения Но факт Что местные судьи Ему уже много раз Эти миллионы Выписывали Хорошо Что мы об этом Говорим с улыбкой С иронией С юмором Иногда Нас не оштрафуют За то Что мы об этом Говорим С улыбкой Я Я Ставлю Я Значит Когда я сюда Собирался ехать Мне Мои знакомые Крутили виска И говорили Ты что делаешь Ты Хорошо подумал Я вообще Думал ли ты О том Куда ты едешь Вот Ну раз уж Я уже здесь Оказался Уже И как бы Ну я уже Прижился Я уже привык Вот То что вы говорите Для меня уже Не режет слух За год я уже Так сказать Немножко У меня вот это Чувство Справедливости Притупилось И Как бы Я воспринимаю Это уже Как Ну это Не как Нормальное Явление Но Явление Которое В принципе С ним можно жить Ну живут же люди И я Говорю И что я Заметил Вот Для себя Отметил Почему Допустим Там На попаде Как бы Закон Соблюдается Более-менее Вот И почему Люди Считаются Законопослушными Оказывается Вот Нам На взлет Я так говорю Если бы Ну вот Решение Этой проблемы Беззакония И Вседозволенности На пляжах На парковках На Ну везде Это значит Решение Одно Пока Государство Не будет Платить Хорошие Деньги Блюстителям Вот этого Закона Начиная От Исполнителей Закона Контролирующих Органов Которые контролируют Судебных Органов Которые Наказывают Пока Государство Потому что Вот эти Все Деньги Которые Уходят В принципе Я не знаю В какие-то Карманы Рассовываются Если эти деньги Пустить На соблюдение Закона То казна Казна Получит Такие бабки Которые Вы даже Представить Себе Не можете Какие Доходы С парковок С нарушения Там Гостов Там Стандартов По строительству Потому что В Анапе Вообще Строят Кто как хочет Занимают Эти Пешеходные Дорожки Не В наглую Все это Причем Это все Покупается А у кого Покупается Покупается У чиновников Которые Продажные И у Тех Контролеров Которые Которые Должны Следить Затем Правильно Это все Сделано Так вот Если бы Государство Платило Хорошие Зарплаты Полиции Чиновникам Которые Инспекторам Которые Должны Проверять И Так сказать Докладывать Вышестоящие Органы Для Так сказать О нарушениях Каких-то Вот Пока Этого Не произойдет Ничего Не будет Ничего Не будет И Те чиновники Которые Получают Мзду Они же Не заинтересованы В соблюдении Закона Наоборот Чем больше Нарушений Тем больше В их карман Идет Мимо Казны Вот и все Это вот такое Простое И очевидное А вот решение Проблемы Ну Я даже Не знаю У вас Есть Дума Там Эти Собираются Депутаты Неужели Они Неужели Они этого Не понимают Себе Поднимают Заработки Но они Кто они Вот Они же Не контролирующие Органы Не Кто они Что они В Думе Там делают Законы Придумывают Для того Чтобы Чтобы их Обходить Для того Чтобы Эти Сдоимцы Еще Больше Получали Потому что Вот так У меня Такое Чувство Что Здесь Как только Закон Новый Закон Выходит Тут же Появляются Стервятники Которые Вокруг Этого Закона Начинают Получать Большие Деньги Я Помню Анекдот Был Такой Как Гаишник В Кассу Взаимопомощи Просил Ну Заявление Писал Прошу Оказать Мне Материальную Помощь В связи Там С тем Что Жена Болеет Там Дети В виде Выдачи Мне Знака Ограничительного Знака 30 км В час То есть Это Настолько Вот Реальность Российская Что Ну Просто Очевидная Причем Я не знаю Как Потому что Другого выхода Нет Но В России Был Классик Салтыков Щедрин Который Был Губернатором И Даже Он Писал Что Суровость Российских Законов Смягчается Всеобщим Неисполнением Закона Что это Всегда Было И вот И вот Это Поразительная Разница Между Западом И То что Там Исключение Там Тоже Есть Нарушение Ради Бога Там Не Святые Люди Живут Там Есть Нарушение Но то что Там Исключение Здесь Правило И то что Здесь Правило Там Исключение Но зарплатами Это невозможно Решить В принципе Потому что Постоянно Он тоже По телевизору В газетах Пишет Что то Того Полицейского Разоблачили То того Он всего-навсего Подполковник У него миллиарды Целая комната Валюты набита Вот То есть У них такие деньги Что это Вообще Никак Не сопоставимо С зарплатами Значит Того полковника Не контролируют Развучало Что Кто будет Их контролировать Контролировать А Какие Да Должна Мне кажется Быть общественной Организацией Которая Будет Контролировать И безусловно Над ними Должны стоять Еще Общественные Органы Народный фронт По всей стране И средства Массовой информации И средства Массовой информации Мы же сейчас Все так зажали Что Никто не может Наоборот Это независимая Организация Ну А Народный фронт Кому принадлежит По-моему И не контролирует По факту Получается Или не успевает Они вот Автохамов Наказывают Они За экологическую Ситуацию Ну вот Мелочь Какая Кстати У нас Да Нарушают Законы Сами Клик Общественные Общественные Нужно Они по-печески Хулиган Ставцы Общеизвестны Вот допустим Хрюши против Они Отслеживают Нарушения Вот Супермаркета Они Выявляют Просроченные Значит Такие Продукты Все это Вот Там такие Скандалы Стычки С охранниками С полицией А по идее Это действительно Должен контролировать Обманомоченные Ну конечно Они Вот Эти Хрюши И так Вот Этот Хрюши Существует Только потому Что телевидение Проплачивает А если мы Сейчас Захотим Эту Хрюшу Сделать Нас Просто Выкинут Из магазина Наоборот Полицию Вызовут Скажут Вот Хулиганы Пристают Чего Вот Так У меня Вопрос Интересный Алексей Да Алексей Ты представил Валентину Как блогера Да Нет 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 Это не она Блогер не пришел Я сказал Жалко Когда-то был Народный контроль Такая вещь Сейчас Ее уже Нет Так Саша А что С этими С машинами С парковками Здесь Что Ну Тут Очевидно Что Очень много Нарушений Во-первых Парковки На Традуарах Ну да Вот И Вообще И дворы Тоже У нас Все Но полиция Они работают Да Полиция Это ГАИ ГАИшники Они Подлигают У нас Вот По-моему В прошлом году Или По-моему В прошлом Или в этом Приезжал Какой-то блогер Очень такой Известный Я сейчас Не помню Какая фамилия Вот И он Возле Здания Городского Суда Вот Пытался Навести С помощью Полиции Порядок Дело в том Что там Нет парковки Напротив Городского Суда То есть По правилам Машины Должны Выстраиваться Вдоль Обочины Ну Как бы Вот так Параллельно А там Ставят Под углом Вот Разметки Нету Вот Он Первую Попавшуюся Машину Взял номер Значит Позвонил В ГИБДД Приехал Офицер Нарушение Налицо Начал Оформлять Вот Пока Оформлял Ну А там же Много Машин Он Вторую Начал Оформлять Оказалось Что Машина Там Какого-то Юриста Ну Суд Понятно Адвокаты Прочие Там Прокуроры Вот Эта машина Была Помощника Судьи Вот Понятно Что Никто Не дал Дальше Работать Этому Полицейскому Потому Что Сначала Приехала Одна Машина Смотрит Что Такое Выписывает Кому Выписывает А Здесь Суд Туда Сюда Видимо Какой-то Страх И Прочее В общем Ому Отозвали Якобы Где-то Случилась Авария Мало Полицейских В городе И Этого Человека Который Оформлял Я Извиняюсь Вы не можете Пожалуйста Перейти наверх Просто Так Получается Что здесь Будет Фотосессия Может Как-то Ну Давайте Через Пять минут А мы Перейдем Нашим Распоряжением Сколько Пример Время 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 А сейчас Сколько Мы Закончим До трех Сейчас Сколько Время Все Счастливые Все Без часов Нет Время Не Сейчас Только Половина Второго Мы Через Полчаса И Все Отозвали Этого Полицейского Да Поэтому Мы Покази Все Понятно Эти Случаи Саша Я просто Мой вопрос Был А как Вообще С этим Что Можно Сделать Как Это Наверное Ничего Назоб России Сделать Даже При Сталине Были Те же Взяточники Хотя Насколько Жел В администрацию Должны Прийти Люди Такие Которые Умные Молодые Которые Делают Хотя Что Насколько Насколько Смотрящие Вперед Дело В том Что Сейчас Во всем Мире Началась Деавтомобилизация Городов То есть Ну Когда-то Все Дело Количество Автомобилей Росло И Считалось Что Надо Расширять Дороги Делать Парковки А Жизнь Показала Что Нет Сколько Они Расширяют Дороги Сколько Они Делают Парковки Автомобилей Будет Больше 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 То есть Это Наоборот Стимулирует Покупки Автомобилей Что Если Здесь Парковка Я могу Здесь Приехать Ее Поставить И Сейчас Во многих Городах Мира В Москве В том числе Это Поняли И Стали Идти По Другому Пути Стали Ликвидировать Бесплатные Парковки Вводить Парковки С Высокой Целой Вот Улицы Начали Вместо Того Что Проширять Начали Сужать Больше Делать Полос Для Общественного Транспорта А для Стали Расширять Традуары Стали Больше Делать Парков Вот Этот Цивилизованный Путь И В Анапу Это все равно Тоже придет Когда-то Поэтому И я тоже Сейчас Отслеживаю Блоги Ильи Варламова Потом есть Такой Еще Аркадий Гершман У него Есть Блог В ЖЖ Город Для Людей И вот Он показывает Они много Ездят По-милу Видят Как это Все должно Делаться И сейчас Многие Города Идут По этому Пути И Казань Идет По этому Пути Москва Идет По этому Пути Не говорю О Западе Там уже Стало Политикой Такой В Онаку Рано или поздно Придет Я бы сказал В Россию В Россию И в Онаку Тоже Потому что Все-таки Онаку Город Курортный И сейчас Он Должен В первую очередь Быть Для пешеходов Для отдыхающих А не Для машин И это Я думаю Будет Собъем Просто нужно Сейчас Это Как-то Подготавливать Общественное Мнение С помощью СМИ Блогов Давайте Вот Вопрос этот Возникает Возникал Несколько раз Что же Делать И как Можно Решить Проблему Ну Вот Одно Из Одно Из предложений Было Такое Что Вообще То Сделать Ничего Нельзя Поэтому Не заморачивайтесь Но Клуб Он На то И клуб Что Наш Свободный Формат Общения Он Позволяет Находить Решения Из Тупиковых Ситуаций Я думаю Даже Потому что Мы должны Мыслить Здесь Творчески Неформально Как бы Вот Есть такая Техника Мозговой Штурм Когда Тупик И все И Начинают Люди Думать А как Решить Проблему И находится Таки Какое-то Решение И я думаю Что если Здесь одно Конструктивное Уже предложение Прозвучало Воскресенье Вечером Где-то Выйдет Запись Если внимательно Прослушаете То Мы его Сможем Как бы Отфильтровать Как Золото Вот Есть Такой Американский Опыт В чем Правда Американец Знаешь Вот Это Было Какие-то Еще Времена Когда Золотоискатели Все И Был Такой Реальный Случай Я Слышал Когда-то Что Завелась Банда Которая Не давала Терроризировала Население Там Грабили Убивали И все Такое И Собралась Общественность Просто Несколько Там Ну Они По духу Как бы Настоящие Первые Американцы Они К нашим Сибирякам Приравниваются Такой Менталитет Довольно Сильный И они Собрались Вот Как мы Сейчас И Создали Общественную Организацию И Решили Написали Там Как бы Правила Свои Общественные А основная цель Уничтожить Эту банду И В газету Дали Объявление Что Если вы Не прекратите Мы Там Главаря Банды И там Его Основных Помощников Как бы Поймаем И Совершим Над ними Суд Вот Когда Прочел В газете Этот Как бы Указ Главаря Банды Он Посмеялся Там Через Месяц Его Поймали И Судили Там И Казнили Главаря После этого Эта Общественная Организация Распустилась Сама Распустилась То есть Она была Сознана Для конкретной Цели И Мне Мне Кажется Вот Здесь Есть Рациональное Какое-то Вот Зерно Что В принципе Мы Можем По Какой-то Проблеме Конкретной Таким Образом Вот Попробовать Используя Уже Опыт Американский Ну Как-то Действовать По поводу Машин Да Я не знаю Почему Но Мне Что-то На ум Приходит Сочи Там Эвакуаторы Там Климят Позором И нехорошими Словами Вот Те Которые Уводят Машины Но Они Настолько Делают Хорошую Работу Что Сочи Он Перенасыщенный Горь Говорят Вторая Москва То Там В принципе Они Частично Решают Эту Проблему С парковками Ну Я не знаю Эти Эвакуаторы Это частная Компания Помнишь Я Миша Говорил Ну Да Это Хороший Бизнес Был бы Если бы Это была Частная Компания А По-моему Есть Частная Компания Легальная Я уверен Что Сочи Это Частная Компания Если Вложиться В эту Компанию То В принципе Здесь Можно Было Очень Хорошие Деньги Сделать И Сделать Пользу Городу Кстати Здесь Эвакуатор Работает Неплохо Я не видел Ни разу Сколько Я Я постоянно Вижу Серьезно? А где? Работают Прямо Со страшной Силой Только Шуршат Нет В каком районе? Видите По Крымской По Крымской Да По Крымской Мне кажется Здесь очень мало Пешеходных домов Вдоль моря Нет уже пешеходных домов Там просто Утесок И все А вот Чтобы какое-то Зеленое насаждение Были Все Какие-то Там Отдохнуть Есть Бульвары Допустим Есть только Парки Небольшие Да Парк Детский Есть Ореховая Там По-моему Ореховая Небольшой Скверик Такой А чтобы Такой Большой Парик Чтобы Большая Пешеходная Зона Была Чтобы Пройтись Километра Два Там В основном Песок Нет Зеленых Насаждений Таких Чтобы Облагородить Не садить Деревья Там Сверху Сверху Она Идет Вообще По всему Море В основном Вот здания Вот эти И пляжные В сторону Лысой горы Там Конечно Над морем С высокого берега Красивый Обзор И там И лес Начинает А что нас Еще волнует Кроме автомобилей Курения Может быть Рынки То что Продукты В основном Привозили Нет ничего Натурального Вот как-то Чтобы Деревень Привозили Натурально Как это Можно сделать Фермеров Как-то Сподвигнуть К тому Чтобы они Все-таки Своё товар Почему нет Ну есть у нас Ярмарки Привоз Они работают С четверга По воскресенье Летом Они по-моему Вообще Работают Без перерыва Астраханской Прямо Вот вы Здесь У них Очень низкая Кочная продукция Я имею в виду Восточный рынок Молоко Я даже Не скисаю Я там Постоянно Беру Вот чтобы Продукты Привозили Из деревень Все-таки Из деревень Там прямо Они стоят У них прямо Хозяйство Там мы Допустим Но этого явно Недостаточно Недостаточно Я думаю Проблема в том Что и в деревнях Сейчас Этого Очень мало Люди Не хотят Молодежь Не хочет Заниматься Сельским Хозяйством Не хотят И не могут Потому что Налогами облагают Кормов нету Утеряли И навыки Утеряны Кроме того Без конца Здесь объявляют Эти карантины Уничтожают То свиней То кур Свиней Сейчас Держать И фрукты Все привозные И очень много Импортных Частно Приезжал знакомый Он говорит У них в поселке Под Краснодаром Где-то Не знаю точно Там значит Они пытались Держать свиней Позвонил сосед Сказал Запах Ему мешает Соседу Приехали сразу И Сказали там Какое-то время В общем-то Убрать Все Иначе там штраф Им пришлось Их там Забить Этих Свинушек И так Во всем Происходит Ну вот я думаю Что Следующий год Знаменуется тем Что будет уничтожено Даже приусадебное Хозяйство Вот эти вот Шесть соток Что были у людей В чем это заключается С этого года С декабря Ввели Обязательно Кадастровый учет Всех этих участков Вот Кадастровый учет Это около Сто тысяч Надо заплатить Потому что Сначала землемеров Надо пригласить Потом инженеров Кадастрового учета Поставить на учет В БТИ Поставить на учет Кадастровых этих И короче Это минимум Пятерым Организациям Надо заплатить Вот в среднем Каждая организация Где-то тысяч По пятьдесят Берет Это даже не сто А это двести пятьдесят Где-то выходит Этот участок Вот и смотрите Вот человек туда И так почти не ездит Потому что Слишком дорого Сейчас проезд На транспорте стоит Почти все Они брошенные Стоят А тут людям Еще принудительно Вот это вот Как называть Инвентаризацию С постановкой На кадастровый учет Вот это принудительно Убилит Это где По всей России По всей России Да Причем До По-моему До двадцатого Декабря Было что-то Там Льготные условия Там Ну меньше Именно За кадастровый учет В Россию Было быстро Меньше Надо было платить А с первого Января Там вообще Драконовые будут Ставки Вот как Можно пополнить Кстати В Америке Убита Практически Тоже Это Частное хозяйство Там тоже Огромные Деньги За каждый куст И когда-то Хрущев поплывал В Америке И привез то же Что за каждое дерево За каждый куст Надо было платить налог И люди резко Начали вырубывать все Вот Америку Когда фильмы показывают Обратите внимание Что газон и все И больше ничего Кроме газона Почему? Именно поэтому За каждое дерево Большой налог А я подумал Они чистоту любят За то что оказывается Что выгоднее Убить Чем самому Сельхозозначение И поджили Да За все Дачные Дачные А фруктовые Дачные Сейчас обязательно Обычные Все стоят на катастрофе Мучают Фруктовые деревья Да Все сложные Я не знаю Я такого не знаю Там налог на землю На каждое растение Там налог Я не знаю Может когда-то это было За хозяйство Раньше платили Поголовно За каждого Животного Я не знаю У меня не было Хозяйства Но у меня были Плодовые деревья На бэк-ярде И я за них Не платил ничего Ну значит Тоже просто Не обращали внимания У нас тоже Не в каждой деревне Называют налоги Хотя должны Давайте пойдем На закругление Потому что Нам еще Да Надо Так называемый Шеринг провести Это тоже По 2-3 минутки Каждой По сегодняшней встрече Вот Наверное Это касается Производства Допустим Там где Выращивают На продажу Это частного Касается Более того Некоторые Там сорта запрещены Например в Америке Запрещена смородина Вообще полностью Запрещен Барбарис Полностью Они говорят Что якобы На них Поселяется Грибок Который уничтожает Леса американские Вот Я не знаю У меня смородина На пути отзыва Ну так у людей Конопля растет Дума и мак растет Хотя запрещено Вам Вы нарушали закон Виктор И даже не знали Об этом Просто До вас не настучали Вы на этом Добрый человек Делились смородиной Я знаю, что там кур Разрешают А фетухов нет Это понятно Интересно А да Кстати Да А да Это есть такое Потому что Это уже бизнес Это уже бизнес Не бизнес А в том плане Что они Громкие Там мешают Утром Поспать Ну что Значит По сегодняшней встрече Что понравилось Что не понравилось Говорим честно О чем хотели поговорить Не удалось поговорить Вот Ну и Мы на будущее Так сказать Поговорим обязательно Можете Темой заявить Уже сейчас Чтобы мы знали Как бы Что ожидать Нам в следующий раз Александр С вас начинали Ну я как всегда Опираюсь на личный опыт Например Из собственной жизни У меня вообще человек Очень открытый И это можно Узнать Из моего Живого журнала Из видеоблога Вот Поэтому Я В общем-то Сказал Все что Хотел сказать Сегодня Даже свою Биографию Рассказал Небольшую Краткую Вот Общался я сегодня С удовольствием Сказал В общем-то Обо всем Что меня волнует О моих планов И Опыте Каком-то Общении С Государственными Структурами Так что Я много чего Сказал Поэтому Для меня Главное На этих случаях Выговориться Рассказать о себе Чем-то Может Заинтересовать Вот Может быть Для каких-то Будущих разговоров Найти тему Поэтому Я удовлетворен Сегодняшней встрече Ну и Конечно Приятно было Видеть новых людей Это всегда Интересно Ну Не беда Что они Немного Говорили Но я думаю В следующий раз Если им Эта встреча понравится Они придут И уже Будем слушать их Я все Я даже не знаю Что сказать По поводу Этой встречи В принципе Любые встречи Это хорошо Общение Это здорово Ну вот Ну вот В этом негативе Живя в этом негативе Живя в этом негативе Не Так сказать Не Не растворяться В нем И Так сказать Пытаться бороться С этим негативом Как бы научиться Жить в нем И получать радость От жизни И Не то что там А куриться Получать кайф А в том плане Что научиться Видеть Даже в том негативном Какие-то позитивные вещи То есть Создавать Свой Внутренний мир Своё внутреннее Спокойствие Для того Чтобы Не Реагировать Очень интенсивно На То Негативное Что Мы видим Вокруг нас Вот в этом плане Не то что Быть с такими Овощами Там Безразличными Конечно Нужно на все Реагировать И Но Не реагировать Как бы С С Нарушением Внутреннего Покоя Потому что В принципе Это очень важно И для здоровья И для физического И для психологического Иметь Такое Как бы Быть нейтральным К воздействию К внешнему воздействию Чтобы оно Не Вызывало Очень сильного Сопротивления И неприятия Потому что Жизнь тогда Покажется Если Реагировать На каждый Негатив Который Ты видишь Извне Вовне То И внутри Тебя Начинается Такое Негативное Как бы Дисбаланс Дисбаланс В организме И ты начинаешь Сдражаться Ты начинаешь Реагировать На взгляды На общение Обращение С тобой В магазине На машины Которые Тебе Мешают Пройти По Тротуару На всякие Вот такие Вещи Которые Ну Которым Она Покишит Просто Кишит Вот этим Негативом Я Просто Вот В сравнении С тем Где я Жил Раньше И Когда я Сюда Приехал Это Вот Настолько Очевидно Мне Когда Уже Живешь Ты Как-то Привыкаешь Перестаешь Обращать Внимание Но Вот Это Когда У тебя Есть Чем Сравнивать Как Можно Жить Соблюдая Закон Пусть Даже Там Не Все Так Гладко На Западе Как Об этом Они Говорят Конечно Там Не Все Гладко И Там Далеко Не Гладко Там Есть Но Вот Это Общий Уровень Культуры Который Там В Общении В Транспорте На Парковках На Дорогах Вот Оно Ну Многократно Выше Чем Допустим В России Вот То Что Я Не то Что Я критикую Россию Здесь Хорошие Люди Хорошая Культура Все Это Моя родная Культура Но Хотелось Бы Чтобы Вот Этот Уровень Культуры Мы Могли Немножко Поднять И Все Зависит Тоже Не от Организации Даже От Каждого Из Нас Когда Мы Общаемся С Людьми Агрессивными С Плохими Как Мы Считаем Людьми Чтобы Мы Не Воевали С Потому Что Каждый Человек Знает Что Правда Что Неправда Где Он Прав Где Он Неправ И Если Внутреннее Спокойствие Есть То В принципе Нет Большого Не будет Больших Затрат Убедить Другого Человека В том Что Он Неправ Даже Убеждать Не надо Просто Вот Это Внутреннее Спокойствие Оно Привносит Баланс В общении И В понимании Того Что Что Правильно Что Неправильно То Есть Даже Если Тебе Наступили На ногу Нужно Сначала Улыбнуться А потом Уже Начать А потом Ух Да Потому Что Нарочно Вот Нарочно Не 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 Все Люди Делают Нарочно А А вот Многие Просто По Недопониманию И Просто По Каким-то Шаблонам Которые Остались Может быть С 90-х Годов Может быть С дореволюции Потому Что Вот Эта Вражда Между Государством И Гражданами Она На Руси Испокон Веку Была Что Вот Там Где-то Государство Там Эти Богатые А мы Вот Здесь Бедные Ущемленные И Отсюда И революции Отсюда И волнение Отсюда Конфликты Такого Плана Потрясение То Что Произошло Допустим В 90-х Годах Этот Распад Союза Это Только Потому Что Вот Это Внутреннее Накопленное Не Столько Запад Конечно Помог Этому Развалу Но Сбаланс 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 Внутренней Что Понравился Новый Люде Новая Встреча Единственное Я согласен Это Всегда Приятно Нет Нет Согласен Что Надо Больше Говорить О позитивах Сейчас Говорить Там Это Там Это Везде Во всех Городах Пришел И увидел И без Без Собещения Городаем Что Хочется О душе Поговорить Хочется О чем-то Новом Поговорить О своих Впечатлениях Что Довал Бо Вот Это Было Здорово О литературе О театре О живописи Вот Это Было Здорово Поэтому Кстати Я думаю Что Я просто Первый раз Я не Познакомился Там Ребята Они По И Это Сами Пишут Понимаете Я Обязательно Приглашу На следующий раз Понимаете Вот Давайте Сделаем Я тоже Стихи могу Почитать Вот Это Был Вообще Я могу Послушать Вот Я о чем Мы Говорим Что О стадион На встрече А Проблема Получилось Что мы К чему-то Заговорили Ну да Вот Поэтому Болела Ну Болела Конечно Высто Как хорошо Моё Лично Пожевать Чтобы Именно Встречи Были Такие Более Творческие Понимаете Чтобы Не говорить О том Что Понятно Что Это Плохо А еще Больнее То Что Мы Ничего Не можем Сделать Ну Ничего Не можем Не Ну Поговорили Дальше Ну Ну Понимаете Прочитал Потрясающее Вот Вот Посмотрите Кто-то Согласен Кто-то Не Согласен Вот Чем Хорош Этот Круг Что Каждый Может Свою Лепту Вносить Вот То 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 Я Понимаю Начали Тему Там Скажем Машин Ну Да Но В принципе Вы Имеете Право Сказать Знаете Что Я Сейчас Об этом Не хочу Говорить А Я Почитаю Свои Стихи Я Не Да 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 Вот Отдавать Вот Такой Формак Идеальный Не то Что И Если Участникам Клуба Нет Настроения Послушать Ваши Стихи Вас Поставят На место Мы Хотим Поговорить И Начнем Ну Как-то Так Хорошо Спасибо Ну Все Хорошо Мне понравилась Сегодняшняя Встреча В кругу Мущин Очень Интересно Но Я узнала Много Нового О том Что есть люди Не только в России Но и в Анапе В частности Неравнодушные Судьбам страны И нашего города И что они хотят То есть В частности Чего-то лучшего сделать Для города Улучшить жизнь Что позитивное С хорошим Позитивным мышлением Ну Тем не менее Думающие О судьбе Страны И о том Что надо Как-то эти проблемы Решать И мне хотелось бы Чтобы конечно Какой-то еще Конкретный Результат Был Чтобы Может быть Какую-то Правда Организацию Создали Что боролись Со всеми Вот этими Проблемами Ну как-то их решали Вот Вы говорите Владимир Что нельзя решить А если будет Много народу И Может быть Как-то Привлечь это Через массовые Средства Или через Интернет Ну каким-то образом Создать организацию Бороться с этим Может быть Просто сделать Субботник И высадить Там деревья Чтобы как-то Зеленую зону Сделать Ну то есть Что-то сделать Как это в городе Вот Мы там Субботник Организировали Отличная идея Да Чтобы к лету Или те же пляжи Очистить И например Сделать Чтобы был доступ Как вы сказали К морю Доступ Чтобы вот этих Вот которые Незаконно захватывают территории Чтоб как-то На них повлиять Вот Чтоб как-то было Не только Литературные вечера И творческие Но чтобы какое-то дело Тоже было Общественное пользование Я вот за то Чтоб было и то и то И я тоже за творчество Чтобы как-то Может какие-то музыкальные вечера Может какие-то Литературные Чтобы продолжать А вы говорили Что вы театральный Постановщик Мы могли бы Какую-нибудь постановку Я просто имел отношение к театру, кто и будет смотреть мою постановку. Я дома каждый день показываю постановку, понимаете? Итоги всем нравятся. Я думаю, это было бы интересно. Просто я говорю, я здесь познакомился с кафе СССР. Вот я познакомился с Польесом. Он в годах в Абадзинске 18 лет аккомпаниатором работал. Тоже мой девичер сказал. Приглашать творческих людей можно. Да, идея хорошая. Приглашать творческих людей. Но мы сегодня много творческих людей пригласили. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо за общение. У меня, как я сказал, больше проблем из-за того, что устал отдыхать, из-за того, что невостребованность. Вы сказали практические дела, но хотел бы я практические дела найти, с кем делать и прочее. Пока это не увидел народа с кем. Вот просто говорить мне неинтересно, так скажу. Соску сейчас небольшое уже? Что-то еще? Нет, приносим. Ну, хорошо, спасибо всем участникам нашей встречи. Мне встреча, ну, в общем-то, понравилась. Вот, я чувствовал себя достаточно, как бы, комфортно и было интересно. Вот, другое дело, что поставленные вопросы действительно важные, они, если об этом только говорить, создают стресс. Стресс, стрессовое такое состояние, потому что, как бы, не очень понятно, что можно делать, что что-то надо пытаться делать, понятно, но, как бы, мы здесь еще пытаемся понять, как лучше чего-то достичь. И я вижу, что, вот, что-то вроде мозгового штурма, может быть, действительно по каким-то проблемам, может быть, специально вот собраться и провести. Вот, техника эта, собственно, она известная. Мы могли бы попробовать взять, ну, для начала какую-то, может быть, небольшую, чтобы нас потом это вдохновило проблемку и попытаться найти пути решения, выхода. Хотя уже те предложения, которые звучали, там, почистить пляж от мусора, я думаю, это здорово было бы. Вот, и мне очень понравилось то, что Виктор сказал. Мне кажется, это тоже, то есть, это, на самом деле, как бы, вот очень важно оставаться с собой, оставаться вот в своем состоянии, независимо от того, что происходит, потому что тот бардак, который он увидел в Анапе, а у него есть с чем сравнивать, вот, если бы он не владел собой, он бы, наверное, отсюда уже давно уехал, просто в Америку к себе обратно, вот, но меня удивило, что он не уехал, и он приходит довольный, вот. Это говорит о потенциале вообще личностном, там, и в плане саморегуляции, потому что он-то видит как раз, ну, человек думающий, и он находит способ, как бы, ну, вначале себя привести в порядок. А потом можно думать, как что-то сделать, и мне кажется, что в этом смысле мы можем друг у друга учиться. Вот, спасибо. И у нас еще одна часть, это, она закрытая. Организационные вопросы и танцы. Вот. Можно помахать ручкой в камеру. Да, да. А, вот, это-то ты не знала все это. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok